Девочки, вот есть у меня отрез вот такого красивого вафельного полотна. Это стопроцентный хлопок. Я уже продекотировала, замочила в теплой воде, высушила, прогладила. Буду сшить из этого полотна плед. Еще купила вот такие ниточки. На уголках пледа сделаю кисточки. Это хлопковые нити. Для начала я заутюжила края будущего пледа, два раза подогнув его. То есть подогнула один раз, два раза заутюжила. Здесь аналогично один раз, два раза заутюжила. Теперь я хочу обработать вот эти уголки конвертиком. Девочки, чтобы лучше были видны линии заутюжки, я прочертила здесь линии. Подгибаем с одной стороны наш припуск и ставим отметку вот здесь. Теперь подгибаем с этой стороны припуск. И ставим отметку вот здесь. Разворачиваем. Вот наши отметочки. Соединяем их с линей. Вот проложили линию. Теперь я вот здесь вот этот припуск наш подогнула и линию продолжу. С этой стороны тоже самое. Припуск подогнула и линию продолжу, прочерчу линию. Вот так вот подгибаем. Наши припуски подгибаем. С этой стороны тоже самое. Складываем вот таким образом. И проложим строчку на машинке вот по этой линии. Я подшила все уголки таким образом. Лишнее отрежу. Вот, вывернула. У нас уже здесь само все ложится. И сейчас я проложу строчку на машинке. Закреплю вот этот край. Строчку проложила, отутюжила. Вот такие аккуратные уголки получились на пледике. Сделаю это естественно со всех сторон. Вот еще у нас уголочек. Такая красота. Я хочу сделать кисточки на уголках пледа. Поэтому вырезала, подготовила кусок картона. Для высоты кисточки будет у меня 7 сантиметров. Вот такие нитки. Просто буду наматывать на картон. Для моей задумки достаточно вот такого количества нити. Вот такие пумпошечки у меня получились. Сейчас я их закреплю на уголках пледа. Вот взяла иглу с толстым ушком. Продела одну сторону нити. Сейчас я ее просуну. И вторую сторону сейчас тоже просуну и завяжу узелок. Все, девочки. Все пумпошки я закрепила. И пледик готов. Продолжение следует...